Неоднократные попытки реформирования пенсионной системы в России были еще в 90-е годы. Самая крупномасштабная реформа стартовала в 2002-м, так называемый метод накопительного отчисления. Нововведения продолжились. В 2015-м по новым правилам впервые вводится понятие индивидуальный пенсионный коэффициент, которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Но и от этого порядка правительство нашей страны думает отказаться. Все это не дает ощутимого результата и, к сожалению, средняя пенсия на сегодняшний день составляет порядка 13-14 тысяч. Уже в этом году Госдума рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Начиная со следующего года возрастная планка будет пошагово повышаться. Для людей, которые сегодня стоят на пороге пенсии, предусмотрен переходный период до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. По мнению властей, новая система позволит сохранить и даже увеличить размер выплат пенсионерам. В 90-х годах наблюдается демографическая яма, поэтому раньше как было, 4 человека работающих обеспечивали одного пенсионера. Сейчас этот коэффициент скоро снизится даже ниже 1,7, что будет очень трудно и накладно. И государство вынуждено будет применить такие меры, как увеличение налогов. А это будет плохо сказываться на экономике, на рост ВВП страны, потому что у трудоспособного населения, трудящихся в части ее, не будет средств на покупку товаров, выплаты за услуги какие-то. Поэтому трудно будет обеспечить пенсионеров. Другой причиной увеличения числа пенсионеров является рост продолжительности жизни. Но не всего населения, а именно людей в старших возрастах. Если опираться на прогноз Росстата, ожидается, что первое поколение россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 и 63 года, проживут в среднем до 80 лет. Я могу сказать, что во всех странах эта реформа и сейчас идет, она не останавливается. Этот возраст, если даже сравнивать с экономически развитыми странами, там тоже постепенно этот возраст сдвигается, сдвигается. Где 67, они хотят сейчас 70 перейти, где 63, там они хотят еще повысить. То есть 62, 62, например, сдвигается срок. У нас даже учитывается тот фактор, что женщина там, кроме того, что работает, еще дома должна смотреть. Все равно для женщин, если вы заметили, 16 лет эта реформа будет проводиться, а для мужчин 10 лет. И у них будет 63, а у мужчин 65. То есть у нас более мягче к этому относятся. В том, что надо поднимать возраст выхода на пенсию, у наших экспертов сомнений нет. Но при этом они добавили, дать гарантии за увеличение пенсионных выплат государство сможет только в том случае, если будут предприняты и другие меры. В пример, они привели борьбу с серыми зарплатами, которые уже ведется в нашей стране. Сегодня в Дагестане около миллиона трудоспособного населения платит НДФЛ порядка 350 тысяч. А пенсионные взносы платят и того меньше. Из них 350 тысяч ИП, которые вообще понижены ставки налогов, более 50 тысяч. То есть у нас треть только трудоспособного населения платит. Пожилые люди – это, как правило, высококвалифицированные специалисты. И главное противостояние после повышения пенсионного возраста возникнет в сегменте именно умственного труда, считает член общественной палаты Наби Ахадов. Если исходить из положения в республике Дагестан, у нас огромное количество безработных, безработной молодежи. По моим подсчетам, многие говорят, гораздо больше, не менее 30% молодых ребят с дипломами не могут трудоустроиться, потому что свободных мест нет. Опрашивая граждан, стоит ли повышать пенсионный возраст, выяснилось, что и они разделились на два берега – за и против пенсионной реформы. Можно было бы повысить пенсию, а сейчас и работы же нету. Что мы будем делать без работы? Пускай сначала обеспечивают работу. Чем раньше, тем лучше было. Я то пенсию не получаю, конечно, и работы тоже нету. Но живу. Боже, если не живу. На пенсию лучше выходить, когда 80, если работы есть. Человек проработал 30 лет на предприятии. И потом ему на пенсию примерно надо выходить. Человеку тоже нелегко, который столько лет проработал на предприятии, и потом чувствует себя, что он на пенсии, ничего не делает. Есть люди, которые от этого сходят с ума, от безделья. И они продолжают работать, продолжают. Возьму пример своей матери. Она тоже больше 30 лет проработала на рыбоконстерном комбинате. И она ходила работать, да, и никто ее не заставлял, она сама ходила. Обсуждение законопроекта будет очень серьезным. Безусловно, будут высказаны все аргументы и со стороны общественных организаций, и со стороны руководства регионов, и региональных законодательных собраний. Окончательное принятие этого закона состоится уже в осеннюю сессию. Абдурахим Белалов Дагана, Саид Кутив и Субгазиамаров. Время новостей.